Привет всем, вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 26 марта. Поехали. У побережья Нового Южного Уэльса образовалась серия из водяных смерчей. Жители Вулангонга снимают на видео зловещие погодные явления и делятся в соцсетях. Как сообщают местные СМИ, водяные смерчи задержались на горизонте у побережья более получаса, и их было видно из большей части Вулангонга и Шелл-Харбора. Для региона было выпущено предупреждение о сильной грозе, а также о возможном формировании и прохождении водяных смерчей. В общей сложности получилось отметить 5 водяных смерчей. Синоптики сообщили, что подобное природное явление возможно при влажной погоде, которая настигла сейчас штат, но оно относится к довольно редким в этих местах. Чаще всего смерчи возникают поздним летом или осенью. Эксперты отмечают, что эти водяные смерчи не угрожают окружающей среде, но они могут быть опасны для тех, кто оказался на воде в момент их возникновения. Последствий от прохождения водяных смерчей отмечено не было. Другая же часть Нового Южного Уэльса пострадала от интенсивного ливня, который затопил частично город Ваучоб. Буквально за один час этого дождя улицы были затоплены, а высота паводка достигла одного метра. В результате буйства стихии автомобили и магазины оказались затоплены, пострадало множество домов. Улицы города были заблокированы для движения транспорта. За два часа на город выпало более 100 миллиметров осадков. В службу спасения поступило уже более 200 звонков, связанных с наводнением. Синоптики прогнозируют новую волну сильных осадков, которые могут принести с собой новые наводнения. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности до понедельника. А также обратились к местному населению, чтобы они были максимально внимательными и учитывали погодные условия при передвижении на личном автотранспорте. Хотя количество осадков не будет таким же, как ранее в этом месяце, но риск наводнения остается, поскольку вода не может быстро покинуть уже насыщенную почву. Вулкан Тааль произвел сегодня мощнейшее извержение. Пепельно-газовый столб поднялся в небо на 2 километра. Тааль – один из самых маленьких среди действующих вулканов на планете. Его высота составляет 311 метров. Это один из самых активных вулканов в стране, расположенный на огненном поясе Тихого океана в зоне интенсивной сейсмической активности. Тысячам людей было приказано покинуть свои дома после этого мощного извержения. Также не исключается, что возможны другие извержения, которые могут вызвать опасные и быстрые вулканические потоки газа, пепла и мусора, а также цунами. При извержении магма, которая выплеснулась из жерла вулкана, вступила в контакт с водой. Это вызвало мощнейший паровой взрыв. В связи с этим власти подняли тревогу в Таале до третьего уровня из пяти возможных. Ученые говорят о том, что в ближайшее время может произойти еще более сильное извержение. Не случайно жители пяти деревей на берегу озера предупредили лучше спешно покинуть дома, взяв только самое необходимое. Пожароопасный сезон начался в Астраханской области. Сразу в нескольких местах сформировались локальные возгорания. Мало этого, местные жители успели увидеть огненные смерчи и пылевые. Каждую весну в этой области бушуют природные пожары, обусловленные засушливой, довольно теплой и ветреной погодой. При этом большинство пожаров возникают в зарослях камыша в дельте Волги. Иногда природный пожар в условиях хорошего прогрева и сильного ветра провоцирует формирование огненных смерчей. При возгорании, которое случилось в районе Астраханского заповедника, где порывистый ветер достигал скорости 20 метров в секунду, молниеносно распространился огонь. В заповеднике пламя уничтожило растительность на площади в 130 гектар. В областном управлении МЧС сообщили, что из-за природных пожаров существует вероятность возникновения в воздухе запаха гари в Астрахани, а также и в других областях. На Краснодарский край обрушилась новая напасть – нашествие американских тараканов. Первые появления этих огромных тараканообразных появились еще 3 года назад. По словам местных жителей, в этом году их как никогда очень много. Горожане обеспокоены необычно крупными размерами, длина тела которых достигает 5 сантиметров, а если считать с усами, то превышает 9 сантиметров. С каждым годом насекомых становится все больше, ареал их обитания неумолимо растет. Представители американских тараканов очень любят тепло и являются самыми крупными тараканообразными во всем мире. По словам специалистов, внешние переселенцы напоминают обычного рыжего таракана, только большего по размерам примерно в 5 раз. Изначально эпицентром распространения насекомых считался Сочи, но позже выяснилось – американские тараканы прекрасно летают, поэтому реальная площадь их заселения может быть куда больше. На Эквадор обрушилось сразу две стихии – сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду, и торнадо. После прохождения обоих стихий были отмечены повреждения инфраструктуры. Торнадо обрушился на район Ла Кармелла в 6 часов утра. Почти 20 домов остались без крыш. Было повалено много деревьев, причем некоторые из них выкорчеваны с корнем. Ближе к обеду в Бабахое, который находится в провинции Лос Риос, разгулялся сильный ветер. Более 100 домов находятся без света из-за оборванных линий электропередачи. Один из частных аэродромов также пострадал, два его ангара были частично разрушены. По сообщениям местных СМИ, в результате разгула стихии погибших нет. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Какой был нанесен материальный ущерб, пока неизвестно. Его оценкой занимаются специальные службы. Власти обратились к местному населению быть внимательными на улицах. Сильные порывы ветра будут наблюдаться как минимум до понедельника. Весна пришла в мексиканский штат Нуэвалеон с сильными порывами ветра, которые вызвали несколько пожаров в муниципалитетах. Наиболее крупный очаг возгорания был отмечен в Сьерра-де-Сантьяго. В этом районе уже было эвакуировано более 200 человек. Огонь быстро распространяется, поглощая все новые районы. На тушение пожаров брошены все имеющиеся силы. По информации властей, на данный момент огнем уничтожено 190 гектар леса. Этот регион объявлен красной зоной бедствия. К тушению пожаров власти также привлекли силы национальной гвардии. Особенно близко очаги пожаров добрались к городам Сантьяго и Артега. Так, в окрестностях города Артега огонь уничтожил уже 23 дома. 70 семей были эвакуированы. Пострадали более тысячи человек. В борьбе с пожаром участвуют 350 человек и 400 единиц техники, а также вертолеты. Мешает справиться с огнем отсутствие дождей и сильный порывистый ветер, скорость которого достигает от 25 до 28 метров в секунду. Жертв и пострадавших от пожаров пока не отмечено. Итальянский вулкан Стромболи продолжает активную серию периодических извержений. Со вчерашнего вечера вулкан произвел несколько потрясающих и красивых извержений. На вулкане была зафиксирована стромболианская активность. Захватывающий фейерверк произошел в северо-восточном кратере, извергнув раскаленные пирокласты шлаковых струй одновременно из четырех жерл. На вулкане продолжается маломощное эксплозивное извержение, которое сопровождается умеренным вулканическим тремором. В результате извержения образовалось облако пепла, которое быстро разошлось в северо-восточном направлении. Кроме того, в районе северного кратера наблюдался небольшой выход лавы. Маленький вулканический остров Стромболи с действующим вулканом расположен в Теренском море к северу от Сицилии. Эффектные раскаленные ночные взрывы этого вулкана давно привлекают туристов. Торнадо категории ЕФ-2 обрушился на округ Пиккинс в штате Алабама, США. По информации местных СМИ, в этом районе было отмечено два торнадо. Второй был гораздо слабее, ему присвоили категорию ЕФ-0. Некоторые жители округа Пиккинс выбрались из-под обломков своих домов, после того, как по меньшей мере 15 домов были разрушены или частично повреждены буйством стихии. Местные власти уже сообщили о гибели 5 человек от травм, полученных из-за упавших деревьев и обрушения частей зданий. Торнадо, разрушив множество домов, повредил деревья и линии электропередач в небольшом городе с населением около 1200 человек на северо-западе Алабамы. В США власти готовятся к еще одной атаке торнадо на северную часть штата Алабама, под угрозой города Бирмингем, Тоскалуса и Хайнсвилл. Сезон торнадо начался в США еще с 18 марта. Накануне стихия свирепствовала еще и в Техасе. Там мощный торнадо повредил сотни зданий, поломал деревья, заблокированы несколько автомобильных трасс. Погибло 10 человек. За последние сутки на земле произошло 132 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Пещера трех мостов в Ливане. Эти мосты напоминают фантастические декорации на съемочной площадке, но на самом деле перед вами фото известняковой пещеры, которую создала сама природа. На протяжении миллионов лет водопад Глотка Баатры вырезал из древнего известняка пещеру трех мостов в регионе Танурин, Ливан. Водопад питает алые воды, которые сходят с ливанских гор и обрушиваются с высоты 250 метров в эту пещеру. Красота здесь необыкновенно завораживающая, но приближаться к чуду природы опасно. Вблизи пещеры установили специальные таблички, запрещающие посетителям стоять на мостах или близко подходить к краям. Мосты могут обрушиться по тяжести туристов, а края очень скользкие. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.